О Аллах, одари нас благонравием, ведь никто не дарует его, кроме Тебя. И избавь нас от дурного нрава, ведь никто не избавляет от него, кроме Тебя. О Аллах, мы прибегаем к Тебе от злонравия, дурных страстей и различных болезней. Дорогие братья и сестры, мы собрались в этом благословенном собрании с позволения Аллаха, чтобы обрести пользу, увеличить нашу веру, помочь друг другу в повиновении Аллаху, поминать Его и поклоняться Ему должным образом. Прошу Аллаха, чтобы Он принял от нас присутствие на этом собрании, дал нам пользу посредством этой проповеди и наполнил эту встречу благом, верой и поминанием милостивого. В одном из хадисов Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда люди собираются в одном из домов Аллаха, читают в нем книгу Аллаха и изучают ее между собой, то к ним обязательно нисходит спокойствие, покрывает их милость, окружают их ангелы, и Аллах поминает их среди тех, кто находится рядом с ним». В некоторых риваятах этот хадис приходит без слов в одном из домов Аллаха. Прошу Всевышнего, чтобы Он сделал наше собрание таким, как упомянуто в этом хадисе. Даровал нам великие блага и благодать своей милости. Воистину Он щедрый и великодушный. Прежде чем начать тему сегодняшней встречи, я хотел бы кратко высказаться относительно одной большой трагедии и несчастья, которая случилась недавно и случается время от времени по причине людей, которые потеряли разум, лишились всякого блага и достоинства и стали людьми лжи и сомнений. Именно по причине таких людей периодически возникают такие происшествия, имеющие катастрофические последствия для общества. Один из таких случаев произошел на днях в местности Асир, где один из таких людей взорвал молящихся в мечети во время коллективной молитвы, не задумываясь о священности домов Аллаха, о запретности убивать людей, тем более молящихся. Если пророк, салаллаху алейхи ва салям, запретил даже плевок в мечети и тому подобные незначительные дела, то что тогда говорить о том, кто взрывает мечети и тех, кто молится в ней? Разве это не указывает на мерзость и слабоумие совершившего это? И на то, насколько он далек от религии Аллаха, табараку ва тааля? Истинно это является великим преступлением. Мы ни в коем случае не должны допускать, чтобы подобные люди распространяли свои идеи и мысли среди людей. Прошу Аллаха, аззи ва джаль, чтобы он по своему великодушию уберег нас, дал нам спокойствие, здоровье и благополучие, и дал нам возможность придерживаться ислама, и уберег нас и всех мусульман в мире от явных и скрытых искушений и испытаний, и чтобы уберег нас от зла и козни людей, которые приступают к границе дозволенного, и чтобы уберег наших детей от подобных заблудших, губительных и мерзких идей, которые не влекут за собой ничего, кроме зла. Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, исследовав идеи хариджитов и те поступки, которые они совершают, кратко описал их одним предложением, сказав, они заблудились в религии и испортили жизнь других людей. Действительно, те люди, которые ходят с подобными идеями, являются заблудшими в религии и при этом портят мирскую жизнь других людей по причине своих мерзких и губительных преступлений. Да убережет Аллах нас и всех мусульман от всех явных и скрытых испытаний по своей щедрости и великодушию. Воистину он слышащий, близкий, отвечающий на мольбу. Дорогие слушатели, тема сегодняшней встречи связана с благонравием, о котором я буду рассказывать из послания Рисаляту Хусниль-Хулюк, шейха Сяди, которая является прекрасным как по названию, так и по своему содержанию. Раньше это послание не издавалось отдельно, а было частью других книг этого автора. Увидев ценность этого послания и то, что многие люди нуждаются в нем, я решил выпустить его отдельно. Прошу Аллаха, чтобы он дал большую пользу посредством этого послания, исправил и усовершенствовал нашу нравственность, а также нравственность наших семей и всех, кого мы любим, потому что благой нрав – это источник успеха и возвышения человека в этом мире и в мире вечном. Это послание является чрезвычайно важным в теме нравственности и содержит великую пользу и такие сведения, которые, возможно, ты вряд ли найдешь даже в больших книгах. Автор привел в этой книге очень ценный экстракт знаний в теме благонравия. Всевышний одарил автора этого послания, шейха Абдур-Рахмана Сяди, благонравием и высокой моралью. Я не раз читал в его книгах, его биографии, словах других людей о нем, а также в ответах на вопросы его учеников удивительные проявления нравственности этого ученого, его воспитанности и благого взаимоотношения с людьми, да помилует его Аллах. Наряду с этим автор этого послания обладал также и широкими познаниями в религии и был силен в исследованиях, в изучении, в проверке книг. Это послание является кратким конспектом в теме благонравия и включает в себя две большие составляющие. Первое – это разъяснение достоинств благонравия и той пользы, которую оно приносит человеку в этом мире и в мире вечном. Обо всем этом рассказывается в первой части книги. Это является хорошим методом для возбуждения интереса у читателя, когда автор в самом начале книги упоминает пользу, плоды, достоинства и преимущества того, о чем рассказывает. Что и сделал шейх, упомянув достоинства и пользу благовоспитанности и добронравия. Что рождает у читателя интерес к этому качеству, желание обрести его и быть из числа благонравных людей. Во второй части книги автор дает очень полезные советы, которые помогают человеку обрести благой нрав. То есть после того, как автор вызывает интерес читателя к благонравию путем упоминания его достоинств и преимуществ, и рождает в нем желание украситься благим нравом, он перечисляет все то, что поможет ему в этом деле. Как будто бы читатель после чтения первой главы книги задает вопрос шейху о том, как стать благонравным. И шейх отвечает на его вопрос во второй главе. Ведь часто случается так, что человек слышит о пользе какого-то дела, однако он не знает, как прийти к этому делу. И он на самом деле нуждается в знании о том, как можно достичь этого. Автор упомянул одним из достоинств благонравия, то, что это является выполнением повеления Аллаха и подражанием его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах сказал, «В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и последний день, и премного поминает Аллаха». Если бы из достоинств благого нрава было бы только это достоинство, то есть подчинение Аллаху и следование его пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то и этого было бы достаточно, чтобы стремиться к этому. Следующее великое достоинство благовоспитанности – это то, что благонравный человек находится в постоянном поклонении Аллаху, так как благонравие – это поклонение, айбада, которое означает все то, что любит Аллах и чем он доволен, и слов, и дел, как явных, так и скрытых. Аллах любит, когда человек обладает высокой моралью и этикой, поэтому он повелел это и призвал к этому, о чем свидетельствует множество аятов из Корана и хадисов и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если человек приучит себя быть благонравным во взаимоотношениях со своей семьей, с детьми, с соседями, с коллегами по работе и так далее, то будет в постоянном поклонении Аллаху, как будто бы поклоняется Аллаху непрерывно, потому что где бы он ни находился, он будет всегда проявлять благонравие и высокую мораль, будет с родителями, с семьей, с братьями, с детьми, с соседями и так далее. Однако благонравие является непрерывным поклонением только в том случае, если у человека правильное намерение, а это желание, довольство Всевышнего и приближение к нему. Потому что среди людей есть такие, которые проявляют хорошую нравственность, однако их намерения не искренни. Они не желают награды Аллаха. Они желают что-либо мирское от людей, поэтому их нравственность в таком случае не считается благим делом и поклонением. На весах деяния у человека праведным будет только такое дело, выполняя которое он стремился к лику Аллаха и стремился приблизиться к нему, субханаху и тааля. Это является чрезвычайно важным пунктом в деле благонравия. Когда человек проявляет высокую мораль и благой нрав, он должен иметь искреннее намерение приблизиться этим к Аллаху, субханаху и тааля. Также одним из достоинств благого нрава является то, что такого человека начинают любить как близкие, так и далекие ему люди. И в этом нет сомнений, потому что нравственность притягивает сердца, приближает чужих людей, смягчает сердца тех, у кого в сердце ненависть или вражда. Аллах, субханаху и тааля, сказал, «Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник». Слова «оттолкни зло тем, что лучше» — это и есть благонравие, потому что ответить добром во враждебных тяжелых ситуациях, когда причинили зло, способен только тот, кто обладает высоким уровнем нравственности. Однако скупой человек с плохим нравом не сможет ответить добром на зло. На такое способны только высоконравственные люди, что в итоге возвращается им тем, что упомянул Аллах, субханаху и тааля, в этом благородном аяте, сказав, «И тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник». Также благой нрав положительно влияет на призыв к Аллаху, прививает людям любовь к благим делам, к поклонению и ненависть к запретным делам. Аллах, субханаху и тааля, сказал, «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним, а если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя». Несомненно, грубость, жестокосердие, дурной нрав во взаимоотношениях с людьми только отдаляет их, даже если он призывает их к добру и благому. И в точности наоборот, если человек призывает, например, к лжи, проявляя при этом благонравие и воспитанность, то, возможно, многие примут его слова за правду по причине его нравственности. А ведь тот, кто призывает к истине, к Аллаху, субханаху и тааля, больше заслуживает быть благонравным и воспитанным. Если во взаимоотношениях есть приветливость, вежливость и доброта, то это оказывает очень сильное влияние на принятие людьми того, к чему призывают их. Помню, однажды мы делали пятничную молитву в мечети пророка, саллаллаху алейхиусалям. И рядом со мной молился один человек. Когда после суджуда мы сели читать ташахуд, он не стал следовать имаму. Однако все еще оставался в земном поклоне, делая дуа настолько долго, что встал с земного поклона только тогда, когда мы уже прочли половину ташахуда. После завершения молитвы, я поприветствовал этого человека и сказал ему, мой дорогой брат, я заметил, как ты долго находился в земном поклоне. И он сразу напрягся и разозлился от моего обращения к нему, как будто бы он хотел сказать, что в этом такого? Я ведь не совершил ничего плохого. Я сказал ему, я хотел бы пожелать, чтобы Аллах принял все твои дуа, с которыми ты обратился к Аллаху в этом земном поклоне. Тогда он успокоился и ответил мне, аминь, пусть Аллах примет все мои дуа. До этого он был напряженным, сердитым, а после этих слов полностью успокоился. Затем я сказал ему, ученые говорят, что долгое пребывание в земном поклоне является желательным действием, а следование имаму в коллективной молитве является обязательным. И нельзя оставлять обязательное по причине совершения желательного. И он понял свою ошибку, принял мое наставление и сказал, пусть Аллах воздаст тебе благом, я получил от ваших слов большую пользу. В таких напряженных ситуациях, если человек, делая наставление, не проявляет приветливости, вежливости и мягкости в обращении к человеку, то не сможет добиться желаемого. Некоторые люди хотят довести свои слова любыми путями, не обращая внимания на то, примет это человек от него или нет. То есть, как будто бы он хочет просто снять с себя ответственность. Тогда как на самом деле все это нуждается в благом взаимоотношении, вежливости, доброте, чтобы твои слова дошли до сердца человека без причинения беспокойства ему в его делах и в его поклонении. Следует обращаться с ним так же, как врач обращается со своими пациентами, с добротой, вежливостью, проявляя особое внимание к тому, чтобы пациент принял лекарства и лечение. Следующим достоинством благого нрава является то, что он является благочестием к людям. Когда ты обращаешься с людьми при помощи благонравия и высокой морали, ты делаешь им благодеяние. У Аллахи проявление к людям благонравия иногда намного лучше, чем давать им садака. Может быть так, что человек дает нуждающемуся большую милостыню, однако без проявления благого нрава. Другой же не дает милостыню, однако проявляет к нему благонравие, и тем самым становится ближе к этому человеку, чем тот, кто дал ему милостыню, не проявив благонравия и доброты. Поэтому шейх Ас-Саадий в этом послании сказал, благонравием человек оказывает людям благодеяние больше, чем садакой. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, вы не сможете оказать благодеяние всем людям посредством имущества, однако сможете сделать это посредством благонравия. Если человек не может оказать благодеяние деньгами, то его благое слово или благое взаимоотношение заменит ему отсутствие у него возможности помогать деньгами. Может быть, его польза путем проявления благонравия будет намного больше, чем раздача милостыни. Следующее достоинство и польза благонравия состоит в том, что оно дает своему обладателю спокойствие и отдохновение. Действительно, тот, кто обращается со своей семьей, с детьми, с соседями, а также с теми, кто причинил ему зло при помощи благонравия и высокой морали, тот обнаружит в себе спокойствие и отсутствие тревоги и беспокойства в душе. Это является великой пользой благого нрава. Другой пользой является то, что благонравие дает возможность получать пользу от других вещей. Если человеку, который обладает плохим нравом, указать на какое-либо благо, то он отказывается, тогда как тот, кто обладает благим нравом, сразу же принимает то, что является благом для него и приносит пользу. Все это по причине того, что Аллах одарил его хорошим нравом и высокой моралью. Еще одной пользой благонравия является то, что оно помогает человеку выполнять права других людей, как права супругов, детей, родственников, друзей и соседей. Человек сможет выполнять эти права только будучи благонравным. Также благонравие помогает человеку быть крайне справедливым и беспристрастным, особенно по отношению к тем, с кем у него вражда и тому подобное. Нравственный человек всегда чувствует вдохновение и заблаговременно удостаивается всяких благ. Таким образом, автор упомянул много пользы и достоинств, которые действительно рождают в сердце стремление к благому нраву и высокой морали. И завершил перечисление этих польз словами пророка, алейхиссаляту вассалям, «Истинно, благим нравом человек достигает таких степеней, каких достигает постящиеся днем и выстаивающие молитвы ночью». Достигает таких степеней, каких достигает постящиеся днем и выстаивающие молитвы ночью. Затем автор задал вопрос, который рождается у читателя после первой главы, сказав, если благой нрав имеет такие достоинства, и оказывает настолько хорошее влияние, то есть ли какие-либо способы, которые помогают стать благонравным? Или же оно является только даром от Аллаха Субхану Тааля? Далее шейх Ассадий, отвечая на вопрос, упомянул ряд причин, помогающих обрести благонравие. Однако перед тем, как рассказать о них, следует упомянуть, что благой нрав – это дар от Аллаха. Как об этом сказал один из праведных предшественников. Воистину, благой нрав – это дар. И если Аллах полюбит своего раба, то дарует ему благонравие. Поэтому человек нуждается в совершении таких дел, которые приближают к Аллаху. Одним из величайших таких дел является дуа и обращение к Аллаху должным образом. Среди этих дуа следует выделить достоверно передаваемые слова обращения к Аллаху с мольбой, которые произносил пророк, салаллаху алейхи вассалям, говоря, «О Аллах, даруй мне благой нрав, ведь никто не дарует его, кроме тебя. И избавь меня от дурного нрава, ведь никто не избавляет от него, кроме тебя». Этот хадис является доводом на то, что благой нрав является даром от Всевышнего, который следует просить только у Аллаха. Ты не сможешь стать высоконравственным, если Аллах не поможет тебе в этом. Также передается другое, великая дуа от пророка, салаллаху алейхи вассалям, который он произносил в своих мольбах, «О Аллах, сделай мой нрав прекрасным так же, как ты сделал прекрасным мой облик». Риваят же со словами, что это дуа он произносил перед зеркалом, является слабым. Также передается достоверный хадис, в котором пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил в своем дуа, «О Аллах, внуши нашим душам богобоязненность и очисти их, ведь ты лучший из очищающих, и ты наш покровитель». Таким образом, одними из наилучших средств обретения благонравия являются дуа, обращение с мольбой к Аллаху, а также усердие в выполнении тех действий, которые помогают стать благонравным и великодушным. Автор упомянул одними из средств, помогающих стать высоконравственным, размышления над прошлыми случаями, в которых благонравие привело к хорошим последствиям. Этот момент на самом деле является очень важным. Здесь имеется в виду назидание из тех случаев, которые связаны именно с тобой, а также назидание из тех случаев, которые произошли с другими людьми, где проявление нравственности привело к хорошим последствиям. Такое размышление над прошлым помогает укрепить в себе благой нрав. И первоочередным в этом деле является размышление над благонравием пророка салаллаху алейхи ва салям и его сподвижников, как их великие проявления нравственности и морали дали им большую пользу в их делах. Это можно узнать, прочитав сиру, то есть биографию пророка салаллаху алейхи ва салям. В книгах по сире приводится много случаев, когда человек приходил к пророку салаллаху алейхи ва салям, и на земле не было для него более ненавистного человека, чем пророк алейхи салаллаху ассалям. А когда он видел его, слышал от него хадис, видел его благое взаимоотношение с ним, его благой нрав, то его отношение к пророку менялось так, что пророк алейхи салаллаху ассалям становился для него самым любимым человеком на земле. Да благословит его Аллах и приветствует. Автор говорит, что знание о достоинствах и пользе какого-либо дела приводит к тому, что человек начинает стремиться к этому. Если же на пути он встречает трудности и препятствия, то эти трудности становятся для него легкими. То есть иногда некоторые проявления благого нрава могут показаться трудными для человека. Посмотри, к примеру, на слова пророка салаллаху алейхи ва салям. Силен не тот, кто может одолеть другого в борьбе, однако силен тот, кто может контролировать себя во время гнева. Держать себя в руках во время гнева это одно из проявлений благонравия. И не всем удается осуществить это на деле. В самом начале человеку может быть трудным такое качество. Он может подумать, как же он позволяет себе поднимать на меня голос, грубить на меня, а я не отвечаю ему тем же. Это может быть сложным для него. Однако, если он сможет перебороть себя и ответить добром и держать себя в руках, то эти трудности станут для него легкими и приятными. И он будет чувствовать, что по причине такого проявления благого нрава, он смог одержать верх над своим навсом и уберечься от спора и вражды. С другой стороны, человек, который проявлял к нему злобу и вражду, по причине такого проявления нравственности, может и сам захотеть стать таким же нравственным. И таким же образом распространяются благие качества среди людей. Как же люди станут благонравными, если они обращаются друг с другом при помощи плохого нрава и жестокости и не проявляют милосердие, добро и великодушие друг к другу. Также одним из больших причин обретения благого нрава является усердие в этом и большое желание. Человек обязательно должен проявлять заботу в стремлении быть благонравным и очищать свои намерения. Пророк, салаллаху алейхи ва сэлям, говорил в своих дуа, «О Аллах, я прошу Тебя о решимости на истинном пути». Действительно, мы нуждаемся в этом. Человек иногда видит множество проявлений благовоспитанности, однако не может стать таким же, так как нет решимости, твердого намерения, сильного желания и усердия. Поэтому не следует пренебрегать мольбами, в которых ты просишь Аллаха об этих качествах. Всевышний Аллах сказал, «О тех, которые усердствовали ради нас, мы непременно поведем нашими путями, воистину Аллах створящими добро». Также одним из важных причин обретения благого нрава является размышление над тем, каким последствием и к какому злу приводит дурной нрав в этом мире и в мире вечном. Другой, не менее важной причиной обретения благонравия является постоянное применение этих качеств на практике. Человек должен всегда показывать это на деле. Особенно во время тяжелых и враждебных ситуаций человек должен стараться проявлять благой нрав и добрые качества с целью практики, чтобы в душе укрепилось благонравие. Именно такие сложные и враждебные случаи являются хорошей возможностью проявить нравственность и высокую мораль. Это, безусловно, поможет человеку украсить себя благим и совершенным нравом. Следует отметить, что некоторые люди любят раздражать и злить других людей. Они преднамеренно обращаются с людьми и разговаривают с ними так, что собеседник начинает злиться и выходит из себя. Если человек будет обращаться с людьми таким образом и не будет благонравным, то тем самым только настроит собеседника против себя, и тот не примет ни его наставления, ни совета. Одним из проявлений благого нрава является то, что человек не раздражает и не злит собеседника, и не употребляет такие выражения, которые вызывают его гнев. Некоторые люди, которые любят строить козни, приходят, к примеру, к какому-то человеку во время его напряженной работы или в такое время, когда тот сильно занят, и начинают общаться с ним так, что это вызывает его гнев и заставляет его говорить непристойные слова, а одновременно другой его приятель снимает все это на видео, а затем выкладывает в социальных сетях в интернете. Все это недопустимо. Благонравный человек ни в коем случае не совершает такие поступки, которые заставляют людей злиться и говорить непристойности. По причине такого взаимоотношения люди ни за что не примут его наставления и совета, а наоборот возненавидят его. Обратите внимание на благие истории избранных пророков и праведников. Они всегда были самыми благовоспитанными, искренними, довольными и радостными людьми, как во время богатства и счастья, так и во время бедности и нужды. И я хотел бы завершить свои слова историей, которая произошла со мной давно. Однажды мы посетили мужчину, который уже 4 года был прикован к кровати из-за различных болезней и сильно страдал от этого. Войдя к нему, мы увидели, что комната маленькая. Когда мы начали общаться с ним, то по обыкновению спросили, как он себя чувствует, как его дела. И он ответил нам, «Валлахи, все хорошо, я себя прекрасно чувствую». Затем поклялся, сказав, «Валлахи, не думаю, что в нашей стране есть кто-то счастливее меня». Это и есть хороший пример проявления благого нрава. Прошу великодушного и щедрого Аллаха, Господа великого трона, посредством его прекрасных имен и атрибутов, чтобы он благословил нас в этом уроке и даровал нам посредством этой проповеди полезное знание и верное руководство, которое он любит и которым он доволен. Также прошу его, чтобы он принял от нас присутствие на этой лекции и чтобы сделал это благим делом на наших весах воистину он слышит мольбу и достоин надежды на него. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.